Здравствуйте, меня зовут Ярослав и сегодня я расскажу вам о настольной игре Луни Квест. Эта игра использует необычную механику, в ней вам придется рисовать, но при этом не важно умеете вы рисовать или нет, ведь это не главное. Давайте для начала я вам расскажу о правилах игры, а уже потом расскажу о своих впечатлениях. Для начала вы выбираете один из семи доступных для игры миров. Первые шесть состоят из шести уровней, последний из четырех. Они идут по усложнению, от первого более простого до последнего хардкорного. Также здесь есть два специальных секретных уровня, как на них попасть расскажу чуть позже. Каждый игрок получает планшет, прозрачный экран и маркер. В центр выкладывается задание, вы смотрите на него и рисуете на своем экране, пока не закончится время, 30 секунд. Потом накладываете экран на лиц заданием и смотрите, что вышло. Получаете очки, теряете очки и получаете специальные жетоны. Здесь изображены задания, за которые вы получаете очки. Вы должны провести одну прямую линию, не пересекающую саму себя, и с этой точки в эту точку. Если вы это сделаете, вы получите три очка. За каждую монетку, которую вы заденете по пути, вы получаете по одному очку. За каждого скоробея, которого вы заденете, вы теряете по два очка, а за каждый кирпичик вы теряете по одному очку. Также вы получаете бонусные жетоны и жетоны штрафов, если вы их заденете по пути. В этом случае мы получаем три очка, потому что эти две области соединены. Еще раз, два, три, четыре очка за монетки и теряем два очка за то, что задели скрабея и два очка за то, что задели кирпичики. В общей сложности это три очка. Также мы получаем один штрафной жетон, потому что мы его задели, и один бонусный жетон. Свои очки вы отмечаете с помощью вот этой вот штучки. Штрафы и бонусы. Жетоны штрафов заставляют вас в следующий раунд играть с усложнением. Например, с одним закрытым глазом или держа маркер двумя пальчиками. Жетоны бонусов, в свою очередь, дают вам возможность защищаться от штрафов, получать дополнительные очки или подбрасывать другим игрокам пакости в виде бананов или самой противной штуки в игре – комара. С комариком можно рисовать только пока он находится сверху на вашем маркере. После того, как все посмотрели, что у них получилось и получили очки, переходим к следующему уровню. Он поворачивается на 90 градусов. Вы проходите все уровни до конца, пока не доберетесь до босса. В конце у кого будет больше всех очков, тот и победил. Внимательные игроки могут заметить маленьких чувачков, которые спрятались на уровнях. Если вы прошли уровень и задели по пути такого чувачка и при этом не провалили уровень, то только вы отправляетесь на специальный бонусный уровень. Вы выбираете тот бонусный уровень, который вам больше нравится, и у вас есть возможность получить больше победных очков. Есть очки, которые заперты в клетках. Чтобы их подобрать, вам сначала нужно провести линию через ключ. Есть еще вот такие лазеры. Чтобы их отключить, нужно сначала провести линию через кнопку. Да и вообще, здесь много интересного. Игра здоровская, объясняется быстро, все сразу въезжают в игровой процесс. При этом играется отлично на любое количество игроков, от двух до пяти. Нет даунтайма, потому что все происходит одновременно. Ну или одновременно. Ну, смотря как вам больше нравится. Пробовал с разными возрастами. Игра заходит на отлично, что с детишками, что со взрослыми дяденьками. Арты и оформление – отдельный разговор. Луни Квест выполнен как компьютерная игра со всеми замками, ключами и лазерами. Каждый мир имеет свою тематику и разные отсылочки, которые вы можете найти. Реиграбельность у игры достаточно большая. В общей сложности здесь 42 уровня. Мы с моей компанией играли партию за партией, и нам она не надоедала. Минус касаемой реиграбельности в том, что экраны игроков со временем затираются, а маркеры списываются, но экраны можно протереть, а маркеры докупить. В остальном же она шикарная, быстрая, веселая, необычная и очень красивая. Рекомендую попробовать. А с вами был Ярослав. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в все вот эти вот группки. И играйте в хорошие игры. Редактор субтитров А.Семкин